Привет, в эфире канал Техноарена. В сегодняшнем видео я расскажу о лучших пауэрбанках с Алиэкспресс в 2024 году. Первое место сегодняшнего топа досталось портативному аккумулятору Ambilight Quick Charge от Bazeos. Модель мощностью 65 Вт и емкостью 30 000 мАч на Алиэкспресс обойдется около 4000 рублей. В российских же магазинах стоимость этого пауэрбанка стартует с 5,5 и доходит до десятки. Начну с небольшого офф-топа, а заодно и предупреждение о недобросовестных продавцах. Дело в том, что на первое место топа настойчиво набивался очень привлекательный по цене пауэрбанк Mijia, суббренда Xiaomi. Мощность 120 Вт, емкость 30 000 мАч. И все это счастье дешевле килорубля, 900 с мелочью. Продается это приблуда в дюжине магазинов с накрученными рейтингами и восторженными отзывами от ботов. На деле же это левый ноунейм, ни разу не соответствующий заявленным характеристикам. В лучшем случае можно рассчитывать ватт на 10 и емкость от 6 до 8 тысяч мАч. Впрочем, на оригинальные Xiaomi на Алики тоже смотреть не стоит. Как ни странно, все модели легко найти по более низким ценам в российских магазинах. Конец офтопа, возвращаюсь к базеус. Ambilight Quick Charge отличается приличной емкостью, большим количеством портов, качественной сборкой и информативным дисплеем. Эта банка выдает напряжение от 5 до 20 Вольт, поддерживает стандарты быстрой зарядки QC, Power Delivery, Samsung Adaptive Fast Charger и Huawei Super Charge. Входные разъемы microUSB, USB типа C и яблочный 8-пиновый лейтинг. На выходе 4 USB типа A и 1 USB-C. Вес внешнего аккумулятора чуть больше полкило. Все технические характеристики соответствуют заявленным. Но базеус нормальная контора, обманом православных не занимается. В общем, отличный пауэрбанк, который одновременно может заряжать несколько устройств. Благодаря высокой емкости отлично подойдет и для длительных поездок, туристических походов. Загляни в описание под видео, там ты найдешь скидочные промокоды для покупок по самой выгодной цене, а заодно и ссылки на портативные внешние аккумуляторы с Алиэкспресс, которые ведут на лучшие предложения в проверенных магазинах. Второе место досталось самому-самому дорогому портативному аккумулятору сегодняшнего топа. Ugreen PB205. На Алике эта банка обойдется порядка 6100 рублей. В российских же магазинах цена стартует с 7500. Емкость аккумулятора немного ниже, чем у базеус с первой позиции. 25000 мАч. Зато у PB205 намного выше мощность, до 145 Вт. Мощность делится на два порта USB-C. На один выдается до 100 Вт по протоколу Power Delivery 3.0, на другой до 45. Второй USB-C поддерживает стандарты QC 2.0 и 3.0, Power Delivery, Samsung Adaptive Fast Charger и Huawei FCP. Протокол Xiaomi Mi Turbo Charge не поддерживается. На USB типа А мощность ограничена 18 Вт. Этот порт поддерживает только протокол Quick Charge 2.0.3.0. Заряжать банку можно в том числе стандартной зарядкой от Xiaomi. При этом из 67 Вт ZU65 будет идти на Power Bank. Так, что-то я увлекся циферками и протоколами ближе к делу. PB205 от Ugreen отлично подойдет для зарядки ноутбука, смартфона, планшета и других гаджетов в дальней поездке. Характеристики соответствуют заявленным. Устройство достаточно надежное, своих денег банка стоит, особенно если брать на Алике. Подпишись на канал Техноарена, если интересуешься мобильными технологиями и гаджетами. Задавай вопросы, делись своими мыслями в комментариях, ставь лайк на это видео. На третье место я поставил лучший бюджетный вариант. Базиос Адаман Metal Digital Display 22,5 на 10 000 мАч. В фирменном магазине на Алиэкспресс его можно взять примерно за 1400 рублей. Кстати, цена часто меняется, если нарваться на одну из многочисленных акций, есть шанс взять за те же деньги внешний аккумулятор на 20 000 мАч или купить десятку на рублей за 700. Этот Power Bank отличается привлекательным дизайном, добротным металлическим корпусом, удобной индикацией. Причем индикацией информативной, с вольтами, амперами и процентами заряда на вход и выход. Устройство сильно не перегревается, поддерживает QuickChat и Huawei FCP. Годится для подзарядки ноутбуков и более мелкой электронной живности. Порт USB Type-C работает и на вход и на выход. Еще один входной разъем microUSB, на выходе еще два USB типа А. В целом удобная и надежная банка, но емкость не очень высокая, да. Для недельной вылазки в тундру лучше подобрать что-нибудь более вместительное. На четвертой позиции рейтинга разместился еще один портативный аккумулятор от Basios. 100-ваттная модель Blade емкостью 20 000 мАч. В фирменном магазине на Алике этот Powerbank можно взять по цене в районе 4,5 тысяч рублей. В российских торговых точках он стоит 1006. Да, для недельной поездки по тундре 20 000 мАч тоже маловато, но дня на 3-4 должно хватить. Blade может одновременно заряжать до четырех устройств. Два через порты USB-C, еще два через разъемы USB Type-A. Входной разъем один USB типа C. Время зарядки аккумулятора занимает порядка полутора часов. Есть информативный дисплей. Предусмотрена защита от коротких замыканий, влаги и перегрева. Производитель в своей рекламе делает упор на супертонком корпусе толщиной 18 мм. Но, как по мне, так себе преимущество при не самых компактных габаритах и весе в полкило. Ну, пусть будет. На пятом месте топа оказался еще один пауэрбанк на 20 000 мАч. Esager PD20W. В официальном магазине на Алиэкспресс этот внешний аккумулятор купить можно примерно за 2000 рублей. Более чем в два с половиной раза дешевле, чем базис с четвертого места. И объясняется это не только тем, что Esager хоть и надежный, но менее известный бренд. Во-первых, у этого пауэрбанка намного меньше максимальная мощность. 20 Вт против 100. А этот параметр напрямую влияет и на скорость зарядки. Во-вторых, к Esager можно подключить одновременно только два устройства, а не четыре. В-третьих, нет дисплея, а индикация мигающими светодиодами не так информативна. Есть еще и четвертый пункт. Впрочем, он касается не только Esager, но и тысяч других портативных внешних аккумуляторов. Это типовой пауэрбанковский развод насчет емкости батареи. Хитрый такой маркетинговый ход, на самом видном месте красивые циферки 20 000 мАч, но это при напряжении 3,7 В. А в реальности придется иметь дело с емкостью 12 500 мАч, с номинальной. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Шестое место досталось стильному пауэрбанку Remax RPP-158. В фирменном магазине на его можно взять по цене в районе 1700 рублей. Производителям заявлена мощность 18 Вт при зарядке по USB Type-C по протоколу Power Delivery. По стандарту Huawei Superfast Charge мощность чуть выше, до 22,5 Вт. Емкость 10 000 мАч. С таким же маркетинговым фокусом, как у Esager с пятого места. Паспортное значение указано при 3,8 В. Но с таким напряжением устройство вообще не работает. То есть реальная емкость будет чуть ниже при любых раскладах. У RPP-158 один USB-C, работающий на вход и выход. Пара выходных USB Type-A и на входе еще microUSB. А да, лайтинг еще есть яблочный. Но самая главная фишка этого пауэрбанка – его винтажный дизайн. Не в том смысле, что 10 на 4 метра – холодильник в стиле ретро. Просто устройство оформлено в виде аудиокассеты конца прошлого тысячелетия, а пластиковый чехольчик в виде подкассетника. Прикольно же! И на последнем седьмом месте оказался самый бюджетный вариант. Пауэрбанк Cool, стоимостью около 1000 рублей. Реальная номинальная емкость у этого девайса около 6000 мАч. Заряжает до двух устройств через порты USB. Максимальная емкость составляет 18 Вт. Обрати внимание, у этого пауэрбанка есть две версии. Одна поддерживает Quick Charge и Power Delivery, другая – нет. У одной есть дисплей, у другой только светодиодные индикаторы. Этот момент, естественно, стоит уточнить перед заказом. Вот и подошел к концу очередной выпуск. Еще раз напомню, что в описании тебя дожидается скидочный промокод для выгодных покупок и ссылки на все пауэрбанки с Алиэкспресс из этого рейтинга. Не забудь поставить лайк, если это видео тебя заинтересовало. Делись своим мнением в комментах, пиши, какие портативные внешние аккумуляторы тебе больше нравятся. Подпишись на канал Техноарена, если не хочешь пропустить новые видео. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих выпусках!